Целый поселок ДРСУ-2 в Заволжском районе Твери не верит своим глазам. Цифры в квитанциях за холодную воду и канализацию двоятся. Тариф возрос с 16 рублей до 32, а людей объявили должниками. Компания ООО «Фаворит» сделала перерасчет платежей за последние два года. В минус ушло более тысячи человек, задолжав от 3 до 20 тысяч рублей. Ежемесячно, в течение полугода, людей обязали выплачивать эту разницу. Поселок пребывает в шоке. Ведь эта сама управляющая компания два года начисляла платежи по неверным тарифам. Причем здесь жители ДРСУ? Это ошибка «Фаворита». Почему «Фаворит» не взымал под тем расценкам, которые нужны были? Потому что РЭК, подождите, нам... Представьте себе картину. Вы в прошлом году пришли в магазин и купили кило картошки. А в этом году к вам приходит продавец и говорит, ну-ка заплати-ка мне. Вот такого не должно быть. То, что мы сделали, это все законно мы сделали. Законно все это сделано. В объявлениях, которые УК развесила во всех домах, указано, что с 2011 года расчеты проводились по необоснованно скромным тарифам водоканала. И согласно предписанию региональной энергетической комиссии, эту несправедливость надо устранить. Что самое интересное, проверка и перерасчет были затеяны по обращению местной жительницы Е. Романовой. На что, интересно, она могла жаловаться? На слишком дешевую услугу? То, что здесь Романова подставная утка, это на 100%. Кто-то подыгрывает или еще что-то. Директор управляющей компании «Фаворит» утверждает, что о гражданке Романовой ничего не знает. На прямой вопрос, почему «Фаворит» избили со счетов на два года, директор отвечает в лучших традициях коммунального жанра. Несмотря на то, что этот тариф абсолютно обоснованный и правильно рассчитанный, в то же время мы, как бы так сказать, поскромничали. Просто его не применяли этот тариф, использовали тариф водоканала. Почему люди должны гасить ту сумму, которая по вашей же, как вы выразились, скромности не начислялась? Почему теперь они должны это выплачивать? В соответствии с предписанием РЭПа. Куда пойдет эта сумма? Нам. Судя по этим словам, ни о каком альтруизме и скромности компании говорить не приходится. К тому же сам РЭК дает другую оценку действиям «Фаворита», называя это грубым нарушением жилищного законодательства. Однако в сухом остатке рассчитываться за скромность управляющей компании приходится щедрым жителям поселка. Чего, по их словам, они делать не намерены. То есть «Фаворит» вспомнил, что он с нас не добрал, и что с нас можно содрать задним числом, и задним числом собирается с нас собрать 9 миллионов. Жители поселка обратились в единорасчетный кассовый центр, через который, к слову, платежи «Фавориты» не проходят. В государственную жилищную инспекцию, где с ответом пока не торопятся. Заинтересовалась коммунальная арифметика и прокуратура Тверской области. Но и «Фаворите» сдавать позиции не намерены. Будем работать с жителями по суду, потому что мы считаем абсолютно правомерно применяем тот тариф, который нам утвердила региональная энергетическая комиссия. С таким тарифом, как у нас, шутят жители, вода по трубам течет золотая, а фекальные стоки и вовсе алмазные. «Фавориты» подтверждают, что больше ни в одном районе Твери нет таких тарифов. Жители поселка неоднократно пытались отказаться от таких услуг, но безрезультатно. В поселке Дерсу-2 «Фаворит» является еще и ресурсоснабжающей организацией. По ее сетям вода уходит и приходит в поселок. В результате около тысячи человек остаются заложниками ситуации. «Пытались мы отказаться от компании. Он тогда дал указание и перекрыли нам холодную воду». Марина Евстраси, Максим Андреев, РЕН-ТВ «Пилот».